Я Соня. Мне сейчас 16. Я сейчас учусь в экстернате. Это мой последний год, так что в этом году я уже закончу школу. Я очень любила школу, но 10-11 класс, мне кажется, это уже такие годы, когда на саму школу немножко убиваешь. Мои любимые предметы это биология, химия. Мне это просто больше всего интересно, больше понятно. Я стажировалась в Ильинской больнице прошлым летом. Я просто смотрела на работу врачей, но я присутствую при каких-то капельницах и так далее. Я бы хотела что-то связанное с биологией, возможно, это медицина, возможно, биотехнология, молекулярная биология. Я бы очень хотела поучиться в Англии, на самом деле, потому что мне интересно, как устроена интернациональная программа. Но я не знаю, смогу ли я уехать из России, потому что это все-таки место, где я родилась. Но я бы хотела, если честно, поучиться и там, и там. Ну, я очень люблю вообще центр, вот я люблю район Патриков, я люблю Остоженку. Это места, где я больше всего времени провела и в детстве, и сейчас больше всего времени там провожу. Также школа, в которой я училась с 1 по 9 класс, очень родное для меня место. Честно, у меня нет любимого бренда, то есть это может быть как и масс-маркет, так и какие-то более престижные бренды. Но так я просто смотрю скорее на вещь, а не на бренд. Мама по образованию, у нее два высших образования. Первое – это актерское, и второе – это, ну, она училась на психфаке и МГУ. Как раз, да. Она была актрисой какое-то время, но потом поняла, что это не то, что ничего она прям хочет. И пошла в МГУ на психфак, и сейчас она работает психологом. Папа учился на юрфаке, здесь тоже в МГУ. Он работал долго юристом, сейчас у него уже юридическая компания и еще какие-то компании, о которых, если честно, я не очень знаю. У моего папы есть фонд «Вера». Это помощь палеотивным больным, то есть тем больным, которых уже невозможно вылечить, но просто их вот последние там у кого-то годы, у кого-то дни, у кого-то недели жизни пытаются сделать максимально комфортными, безболезненными и счастливыми. Я считаю, что успех это то, что скорее ты для себя поставил, то есть это не всегда слава. Ну, то есть слава это зависит от отрасли людей. Если, например, ты актер, то без славы это практически невозможно. А вот если ты, например, врач, ты можешь быть хорошим врачом и не быть известным. А ты была когда-нибудь на балу Таттлер? Нет. Хотела? Да. Мне кажется, это такое грандиозное событие, красивое очень. И я бы, конечно, хотела посмотреть вообще на это все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!